Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал. Я хотела вам сделать небольшое видео, буквально такое маленькое, коротенькое видео. Оно посвящено кливии. Не так давно я пересадила кливию. Она у меня была до этого в горшочке чуть меньшего размера. Почему я ее пересадила? За последние два года я ее не пересаживала ни разу. Я не видела у нее движения. Листочки росли, но росли очень медленно. Вот они. Вытянулись небольшие листочки. И я ее решила пересадить. Вытащила ее. В принципе, если посмотреть по размеру горшочка, я думаю, можно было обратно вернуть горшок. Но я не стала этого делать. Я решила попробовать все-таки пересадить в горшок чуть большего размера. Тогда и земли будет побольше. Землю я использовала обычную для цветов, для комнатных растений. И земля была. Плюс я ее смешивала с вермикулитом. И у меня еще и песочка немножечко было. То есть я сделала грунт ассорти такой. И поставила орхидеи... Ой, простите, орхидеи. Привыкла к орхидеям. И поставила кливию у меня на окошко. В тот день было солнышко. И вот видите, она у меня чуть-чуть пострадала. Это слегка выгорел листочек. Вот этот вот очень сильно. То есть я убрала сухую часть. Здесь нет. Здесь листочками все хорошо. И что же, собственно, я решила вам показать. Почему я решила ее вам достать и показать с окошка. Та-дам! Смотрите. То есть пересадка была буквально две недели назад. И она пытается выгнать мне цветочек. Она у меня очень давно не цвела. Поэтому я очень и очень этому рада. Здесь я тоже под каждый листик заглядываю. Но пока ничего не видно. Вот все. Здесь стоит на одном месте. По сути, у меня здесь одна кливия. Но она почему-то раздвоилась у меня. И выдала мне теперь две штучки. Видите, у меня получается как два растения в одном горшке. А по сути, корневая масса одна. Она просто у меня разделена. И вот такая вот красота. То есть листочек-то он толком еще и не выгнала. Но уже будет радовать меня цветением. Очень-очень надеюсь, что она выгонит его. Что стрелка будет хорошая. Высокая стрелка. И все будет хорошо. Так как последний раз, когда она выгоняла, она у меня вытянулась где-то сантиметров на 10. И тут тут же раскрылась. И начала гнить снизу. И мне приходилось ватной палочкой выковыривать ее. Лишь бы само растение у меня не загнило. То есть вот такое вот опасение существует. Поэтому самостоятельно следите внимательно, как растет ваше кливия. Чтобы вот таких вот проблем у вас не возникало. Поэтому вот она у меня стоит. Я здесь работаю. У меня компьютерный стол и тут же подоконник. То есть я каждый день, получается, ее вижу. И слежу за ней. Как она себя чувствует. Что больше у меня таких проблем с кливией не было. На этом, собственно, и все. Вот такое вот небольшое видео. Просто хвост. Просто я очень довольна. Так как давно у меня кливия не цвела. Чему я очень и очень рада. Витаминами я ее практически не подкармливаю. Потому что забываю. Если уж быть честными. И вот это вот естественное. У нее такой прирост естественный. Без каких-либо добавок. Ну что ж. До свидания, дорогие друзья. Будем теперь ждать цветения.